Здравствуйте! Это международные новости в студии Инессы Буланкова. Поговорим о событиях, произошедших за минувшие сутки. Коротко о главном. Знать врага в лицо. Эксперты подсчитали общее количество террористов, запрещенной в России группировки ИГИЛ. Первое отречение от престола за 200 лет. В Японии императору Акихита одобрили процедуру отречения от трона. Однополая любовь дошла до церквей Шотландии. В Эдинбурге однополым парам разрешили венчаться в храмах. Совет безопасности ООН опубликовал доклад генерального секретаря об угрозе миру и безопасности со стороны запрещенной в России группировки «Исламское государство». Эксперты подсчитали, что в рядах террористов воюет от 12 до 20 тысяч человек, и это число значительно уменьшилось с 2015 года. Также замедлился приток иностранных боевиков. В Собеде предполагают, что теперь основная угроза безопасности миру состоит в возвращении боевиков в свои страны и их перемещении из зоны конфликта в другие регионы. В ООН отмечают, что финансирование террористов находится на критическом уровне. Они по-прежнему получают прибыль от незаконной продажи нефти и от вымогательств. Эксперты полагают, что самопровозглашенный халифат оперирует суммами в несколько десятков миллионов долларов ежемесячно. При этом в 2015 году доходы боевиков составляли до 500 миллионов долларов в месяц. 8 июня ИГИЛ распространил заявление, в котором содержатся угрозы в адрес ряда стран. Послание, написанное на ломаном английском, рекомендует исповедующим ислам держаться подальше от мест массового скопления людей. Рынков, оживленных улиц и площадей, потому что, цитирую, солдаты халифата будут взрывать, давить и резать горло врагам. Угрожающее письмо адресовано мусульманам, проживающим в восьми странах Бельгии, США, России, Франции, Великобритании, Канаде, Австралии и Италии. Верхняя палата японского парламента приняла проект закона, разрешающий 83-летнему императору Акихито процедуру отречения от трона. До этого император официально говорил, что слабое самочувствие не дает ему возможности полноценно выполнять предусмотренные гособязанности. Отречения от престола не было тут последние 200 лет. Возможное теперь отречение монарха – важнейший вопрос, который затрагивает основы государства, крепко связанный с историей страны и ее будущим. Комбинет министров планирует хорошо проработать разработку проекта закона к реализации, заметил японский премьер Синзо Абе. Теперь трон должен перейти к наследнику монарха – 57-летнему Нарухито в предстоящие три года. В соответствии с законом, после отречения Акихито сможет сохранить гособеспечение и привилегии. Он сохранит обращение к себе как «Ваше Величество» и титул «Дзёка», что можно перевести приблизительно как «отрекшийся император». В Шотландии однополым парам разрешили венчаться в храмах. Синод в Эдинбурге проголосовал за поправку к каноническому правилу, по которому брак определялся как «союз мужчины и женщины», пишет BBC. За поправку выступили шесть из семей епархии. Синод также разрешил священникам отказываться от проведения такого обряда, если это противоречит их убеждениям. Напомню, в Шотландии однополые браки были легализованы в 2014 году вслед за Англией и Уэльсом. Единственная часть Великобритании, которая пока воздержалась от легализации таких союзов – это Северная Ирландия. Китайская транспортная компания показала первый в мире беспилотный трамвай, который может передвигаться по городу по виртуальным рельсам, сообщает телеканал CGTN. Транспортное средство представляет гибрид трамвая, автобусы и беспилотного автомобиля. Поезд полностью работает на электрической тяге и способен перевозить до 300 пассажиров. Разработка рассчитана в первую очередь на небольшие города, где прокладка рельсов затруднена. В отличие от классического трамвая, металлические рельсы этому поезду не требуются. Вместо них состав передвигается по заранее обозначенным виртуальным путям, которые распознаются с помощью специальных сенсоров. Максимальная скорость такого трамвая, который способен на одной подзарядке проехать до 40 км, не превышает 70 км в час. Предполагается, что уже в следующем году через центр города Джуджоу будет проложен первый общественный маршрут такого трамвая. Перейдем к мировым христианским новостям. Ватикан будет представлен собственным павильоном на Экспо-2017 в Астане. Личный представитель Папы Римского примет участие в торжествах по случаю открытия в столице Казахстана Всемирной выставки Экспо-2017, посвященной энергетике будущего, сообщает Благовест.Инфо. С 8 по 11 июня в Казахстане будет находиться ганский кардинал Петр Турксон, префект Ватиканского департамента по интегральному развитию. В коммунике указано, что Ватикан принимает участие во всех всемирных выставках с 1851 года и будет представлен в Астане собственным павильоном под девизом «Энергия во благо нашего общего дома». Он будет открыт для посещения с 10 июня. Кардинала сопровождает индийский архиепископ Фрэнсис Чупликат. Апостольские нунцы в Казахстане, Киргизии и Таджикистане. На религиозном празднике в Грузии пострадали около 20 паломников. Спасатели Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии оказали помощь почти 20 гражданам, пострадавшим при спуске с горы Ламисси на северо-востоке Грузии, где на высоте 2250 метров находится монастырь Святого Георгия, в котором в среду паломники с разных концов страны отмечали праздник Ламиссоба, передает Интерфакс. По информации ведомства, из-за непогоды и сложного рельефа они не справились со спуском с высоты и получили повреждения разной степени. Одним спасатели оказали первую медицинскую помощь на месте, а некоторых пришлось на носилках спускать с горы к машинам скорой помощи. Раз в год, на седьмой неделе после Пасхи, в первую среду после Троицы, тысячи верующих собираются, чтобы отпраздновать праздник Ламиссоба, возникший в Грузии еще в древности. По традиции, в течение дня семьи с детьми и пожилые люди преодолевают долгую и изнурительную горную дорогу к монастырю Святого Георгия. Глава библейского общества Египта утверждал, что даже в Англии больше террористов, чем в Египте, стране свободы христианства, где оно сейчас испытывает настоящий рассвет, и добавил, что не понимает причин бойкота страны туристами, пишет Седмица. По словам Рамеза Атталаха, директора библейского общества Египта, христиане этой страны сейчас проявляют неутолимую жажду к слову Библии, а образ преследуемого меньшинства, который создан для них в западных СМИ, давно не соответствует действительности. Нам сейчас, несмотря на все наши усилия, не удается насытить неутолимую жажду коптских христиан к библейскому слову, отметил Атталах. Он особо отметил также, что уровень опасности терроризма сейчас в Египте ничуть не выше, чем в Европе, к примеру, в Англии, где, по его словам, пожалуй, даже больше террористов, чем в его стране. История о том, как Господь все благостно устроил, связав прошлое и настоящее во имя будущего. В Краснодарском крае произошло долгожданное событие. В станице Медведовской открылся молитвенный дом на месте, которое можно считать фамильным. Подробности в следующем сюжете. Этого события ожидало не одно поколение. Когда-то земельный участок в станице Медведовская принадлежал главе семьи Клименко Савве Ивановичу. Этот божий человек всю жизнь мечтал, чтобы здесь появился молитвенный дом. Однако во времена, когда советская власть подвергала репрессиям казаков в станице, семью Клименко постигла та же участь. Спустя долгие годы чудесным образом из 50 возможных именно этот участок стал местом, где Господь создал свою церковь. Стройка продолжалась пять лет и настал день освящения Дома молитвы. На это важное духовное событие были приглашены сыновья Савва Ивановича. Среди них Виктор Клименко. Он покаялся и посвятил свою жизнь Иисусу Христу в 1980 году. Сегодня имя Виктора Клименко знают как успешного артиста и певца во многих странах мира. 22 года назад на этот участок, где ранее стоял фамильный дом семьи Клименко, приехала целая делегация и согласилась в молитве за то, чтобы в этом месте появился молитвенный дом для христиан. Сегодня на торжественном открытии присутствовали около 200 человек, которые своими глазами увидели, как Господь все предусмотрел и устроил, связав прошлое и настоящее во имя будущего. Инна Соболонкова, Антон Антипин, Новости ТБН. Это все новости на сегодня. Спасибо, что были с нами и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин